Дальше есть теорема, которую я не буду доказывать, потому что она сложная. Теорема вот какая, что какие бы ни были вкусы, вот с этими условиями, всегда существует дележ без зависти. Какие бы ни были вкусы, всегда существует дележ без зависти. Это такое оптимистичное утверждение, что всегда все-таки можно потерять так, чтобы никто никому не завидовал. Более того, не просто существует дележ без зависти, а существует такое дележ без зависти, что если всю эту шелководку представить в форме отрезка, то тогда каждый кусок будет связан с кустом отрезка. То есть просто маленьким отрезком. Если делить на троих, то тогда, например, первый получает какую-то часть слева, второй получает какую-то часть посерединке, а третий получает какую-то часть справа. Но, конечно, это такая теорема... Да, вы, наверное, знаете, что, например, нельзя поделить угол на три части церковной линейки. Но вообще-то угол же можно поделить на три части, да? Есть там такие углы, которые ровно на три части делят. Поэтому от этой теоремы, на самом деле, не жарко, не холодно. Она, конечно, красивая, хорошая, но неприменимая ни в каком смысле. А чтобы применять, нужны конкретные алгоритмы, как найти такое деление. И, желательно, еще не слишком долго его искать. Но на самом деле, с... Вот, лежем без зависти, там такая ситуация. Значит, во-первых, вот на связанной куске нельзя наделить поделить. То есть там такая теорема, что нет алгоритма, который бы он поделил на связанной куске. А вообще без зависти... Это долгое время задача была открытой. И вот в апреле этого года, 2016-го, придумали алгоритм, который делит без зависти. Но он очень сложный. У него сложность вот такая вот. Вашний шести экспонент. Вот. Можете представить, даже если нет равной кубы отставить, все равно это уже будет очень много. Правда, они обещают... Они обещают сократить до стольких. Вот. Это для двух уже немного, но для трех-дош ничего. Даже для четырех еще так. Что-то... Но для пяти его уже слишком много. Вот.